Привет! Сегодня у меня у папы день рождения. Я поздравляю тебя, пап, с этим прекрасным днём. Желаю, чтобы в жизни было больше позитива, интересных моментов, интересных приключений, таких как Майами и, в общем, даже когда ты ездишь в Uber, чтобы это было более интересно, нежели проблематично. Ну и желаю тебе так, чтобы всегда по жизни было здоровья, чтобы не подводило, чтобы зубы не ломались, ну и всего наилучшего. Я думаю, что все мои подписчики присоединяются к поздравлениям. В общем, родители приехали, а вот я уже тихо, поэтому прошу всех поддержать моё поздравление и написать в комментариях поздравления моему папе. Всем спасибо! Привет всем! Еду сейчас навстречу. Значит, ещё одна такая небольшая особенность Америки и, допустим, Украины. Ну, я не слышал. Может, есть что-то такое похожее, но я не слышал, не встречал, не сталкивался. Интересы были по-ме... ну, другие, немножко был помоложе. Значит, сейчас еду навстречу людей, которые собирают, то есть один, ну, грубо говоря, это какой-то организатор, да, который собирает мыслящих одинаково. И эта тема связана с недвижимостью, конкретно здесь. То есть то, чтобы у нас, ну, мне так кажется, я уже не раз об этом рассказывал, то есть не рассказывают себе какие-то идеи про поводу бизнеса, ни с кем не делятся, держат в секрете. То есть тут это открыто. Допустим, есть какой-то, ну, состав, да, организаторов, или еще есть, естественно, какой-то состав, который, у которых хорошо получается делать бизнес. Эта встреча, допустим, она стоит 20 долларов, но хочу заметить, что это будет в ресторане, в которой будет обед. Я не плачу ничего за общение, я не плачу ничего за новые связи. Я плачу только за помещение, и я это понимаю, и за еду. Почему в этом ресторане? Ну, почему? Потому что, скорее всего, ресторану, естественно, невыгодно просто, чтобы люди, там, 20-30 человек пришли и сидели какое-то время. То есть, естественно, надо заказать. Но само это мероприятие будет длиться 2 часа, поэтому, естественно, кто-то захочет водички, кто-то захочет перекусить, кто-то еще что-то захочет. Поэтому это нормально. И вот это вот еще одна особенность такой, почему Америка немножко другая. У меня есть еще пару моментов, про которые я запишу, как-то, может, в видео. Я вчера об этом думал. Какие-то другие моменты, которые вот разные. Разнятся Америка или Россия, Украина. Вот. Но сегодня не об этом. Сегодня и сейчас хочу конкретно рассказать. Не отговаривать. Я никого не буду отговаривать. Но у меня состоялся недавно разговор со своим старым знакомым. Вот. И мне приходят также всякие сообщения в Инстаграм, в Фейсбук вопросы какие-то. Не в Фейсбук, а в Ютуб вопросы. Как переехать, как кто, как все. Знаете, ребят, я просто хочу, еще раз говорю, не договаривать, но хочу акцентировать внимание для того, чтобы жить хорошо, либо быть успешным. Не обязательно приезжать в Америку, либо переезжать в какую-то другую страну. Как получилось? То есть мой хороший знакомый, он говорит, слушай, ну вот, вы молодцы, ваша семья там, типа, молодцы, вы переехали в США. Наверное, перед переездом вы там просчитывали, что там налоги другие, какие-то что-то то другое, что-то то другое. На самом деле, я никогда об этом не рассказывал и, ну как бы, не собирая сейчас. Но ничего мы не рассчитывали, ни про что мы не думали, ни про какие налоги, где бизнес открывать или что-то другое. Просто надо было быстро уехать из страны. То есть это наша была ситуация. У кого-то ситуация другая. Некоторые спрашивают, вот на кого надо учиться, чтобы поехать в Америку зарабатывать деньги? Просто вы должны понять, что вот сейчас я смотрю доктора Крю и его последнее видео, там его, так сказать, сейчас начальник, да, он говорит, что у нас есть менеджер в Казахстане, если не менеджер, а на телефоне сидит девочка из Казахстана, если не ошибаюсь. То есть та девочка, она может вообще ничего не знать, она знает только английский разговорный. И она получает в Казахстане, если не ошибаюсь, может быть другая какая-то страна, она получает где-то там свою тысячу-полторы тысячи долларов, работая, возможно, как-то не нормировано, потому что Америка и та страна, в которой эта девочка живет, на разных временных полюсах. Но тем не менее, то есть она может зарабатывать полторушку, сидя просто дома на телефоне. И для этого не надо никуда переезжать. То есть вот эта самая большая... Ты умница, блин, без поворота, без нихера, еще и... Вот это самая основная мысль, которую я хочу донести. Просто вам вбили в голову для того, чтобы жить хорошо, а жить хорошо в большинстве случаев это получать больше денег. Нужно куда-то переехать. В Испанию, где, насколько я знаю, у меня там есть одногруппница моя, она рассказывает, что там как бы в Испании тоже безработица, в принципе, довольно-таки сложно относительно найти работу. Понятно, что есть разные провинции, разные города, но то же самое. То есть там не самая лучшая ситуация. Да, в Америке есть рост экономики. Вот, но... Просто я хочу, чтобы вы поняли одну основную вещь. Для того, чтобы жить хорошо, не обязательно переезжать. То есть, когда вы думаете переезжать... Ну, мне так почему-то кажется, что... Вот как я... Ну, просто обычно такие люди спрашивают, вопросы такие задают. То есть, а как переехать? А как там то? А как снять квартиру? А как начать работать? А как то? То есть, и... Просто вы не задумываетесь... Ну, кто спрашивает или, может, тех, кто даже сейчас это смотрит, вы не задумываетесь, как это все тяжело, в принципе. То есть, вы переезжаете, вы тут никто. Вы не знаете язык. У вас тут нет особых знакомых друзей. Вы, опять же, вы не думаете, что вы приедете и будете работать... Ну, я, опять же, пример этому другу рассказываю. Что я там получал в первое лето, да, когда я тут жил. То есть, я просто немножко поступил умно. Умно, с одной стороны. Я, по сути, не платил где-то около восьми месяцев за квартиру. Хотя я снимал самостоятельно квартиру. Но у меня жили студенты, которые оплачивали... Которые оплачивали эту стоимость квартиры. То есть, была трешка. Если кто не знает, посмотрите на мои предыдущие видео, в которых я рассказывал, как я это все делал. То есть, у меня была трешка. В одной комнате я жил. Комната была, так называемый, мастер-бедрум. В которой включают себе ванну, туалет. То есть, заходишь в комнату, стоит диван. Ну, вернее, обычная комната. И с этой же комнаты есть своя ванная и туалет. И еще у меня были две комнаты, в которой были по две кровати. То есть, там жило по два человека. И был еще для них специальный отдельный ванной-туалет. То есть, мы как бы не пересекались. И минимальная зарплата, на которую я работал, это было 8 долларов в час. Что там, кто там? Просто из-за того, что у меня были более-менее нормальные, хорошие отношения с боссом ресторана, в котором я работал. То есть, я с ним договорился, что я буду работать столько времени, сколько мне нужно. То есть, я работал с десяти. Ресторан, в принципе, открывался, по-моему, с девяти или с десяти. Что такое? Я работал с десяти и до десяти, до одиннадцати. Ну, а вообще смена идет в восемь часов. Я работал, в принципе, около двенадцати. И это происходило все лето без выходных. Просто чтоб вы понимали, я зарабатывал свою трешку, да? Но я зарабатываю реально очень тяжелым трудом. То есть, я постоянно был, ну, так, десять-двенадцать часов, я был на ногах. Не совсем правильно думать, что вас тут ждут, и вы сразу будете получать большую зарплату. И вот все вам тут будет очень легко. Это только я первое рассказал, что самое, как бы, ну, такое, относительно сложное. Да, то есть, вы приезжаете, вы никого не знаете, все еще и русские тут кидают. Ну, так говорят. Русские друг друга кидают, то есть, и все остальное. Работу найти сложно, потому что у вас нет документов. Дальше потом никто не думает, что когда вы, так, когда вы уезжаете из своей страны, то есть, вы обрываете все свои связи, знакомства, связи, родственные связи. Сейчас, конечно, хорошо, что есть такие вещи, как Skype, Viber и все остальное, когда ты можешь увидеть человека и непосредственно пообщаться, ну, или даже позвонить, да, без особых проблем. Но, тем не менее, вы просто должны понимать, что вы, возможно, никогда не увидите своих родственников. Ну, единственное, вот сейчас у меня, допустим, опять же, есть такой пример, когда парень, который тут, в принципе, неплохо себя чувствует, чувствует, он отсылает деньги родителям, родители не могут, ну, то есть, отсылает деньги, и он бы хотел, чтобы они приехали. У него есть возможность привезти сюда родителей на vacation, то есть, на отдых, либо на, ну, на совсем там, да, по каким-то ситуациям, ну, как захотят родители. Но им просто не открывают визу, а он не может попасть туда. И нас таких, у которых такая же ситуация, очень много. Не вдаваясь в нюансы, есть некоторые возможности, есть некоторые варианты, когда ты можешь поехать на похороны, какая-то болезнь у твоих родственников. Но, то есть, ситуация какая, что, возможно, ты выйдешь, но уже не заедешь. То есть, никто тебе конкретно не гарантирует. Люди, у кого были грин карты, да, как только Трамп пришел к власти, у них были проблемы с том, что они, в принципе, по грин карте не могли просто заехать. И, на самом деле, это очень такой, ну, сложный вопрос. И основной мой посыл в том, что для того, чтобы изменить свою жизнь, а чаще всего люди думают, что изменить это, зарабатывать больше, быть, типа, богаче. То есть, им нужно куда-то переехать. На самом деле, это не так. Просто надо найти себя и начать зарабатывать. Если у вас бизнес есть, но он не очень хорошо идет, подумайте, как перестроить. Наймите кого-то из профессионалов, чтобы вам помогли. И идти на курсы, обучающие, как вести ваш бизнес. Поэтому вот такой вот мой главный посыл, что можно работать даже с теми же американских компаний, или компаниями по всему миру, с китайскими компаниями, не выходя из дома или вообще в своем городе, в своей стране, в своей деревне и быть специалистом своего дела, получать в доллару, евровую зарплату, либо рублевую или гривневую в эквиваленте, ну, в большем эквиваленте, да. Притом вам не надо никуда выезжать. И притом вы можете путешествовать, быть легальным в любой стране. Вот это вот главный посыл. Просто задумайтесь об этом и подумайте, как вы можете реализовать себя в своей стране. Не надо говорить, что нельзя реализовать. То есть я говорю, есть много примеров, когда просто люди, специалисты своего дела, просто работают на американской компании. айтишники, может даже менеджеры. Ну, примерно вот так вот выглядит это место. Такой вход. И вот так это внутри. А вот тут вот наша еда. А вот тут вот наша еда. И вот, оказывается, сзади есть такая специальная парковка именно для ресторана этого. Я поставил с другой стороны, но думаю, что это ничего. Еду я уже, значит, из этой встречи. В общем-то, люди поделились своими проектами, которыми они занимаются, насколько это прибыльно. Одна женщина, которая рассказывала конкретно, у нее даже есть две property, ну, то есть две недвижимости, которые находятся в разных штатах. Одна находится здесь, в Виржинии, и одна находится в Джорджии. И вот она... У нее есть люди, которые занимаются... По сути, это такой себе отдельный бизнес, может быть даже без вашего влияния. Ну, как без вашего влияния. То есть кто-то должен будет за ним следить, то есть какой-то менеджмент следить. В общем-то, проблем, ну, как бы, есть много разных. Самое, что сейчас я узнал, значит, этот бизнес действительно не сильно, но... Каждый иной месяц какие-то вводятся дополнительные законы на местном уровне для того, чтобы контролировать этот бизнес. И, по сути, выжимать даже деньги с владельцев, которые делают бизнес. Помимо того, что они потом еще будут платить налоги, ну, вот, надо сейчас тут лицензирование. Сказали, что есть лицензирование в Виржинии ВИЧ. Ну, и, может, я что-то еще недопонял. Ну, в общем-то, государство работает, сборы налогов идут, идут, и разных других, с помощью разных других сфер. Но кто занимается, в принципе, не жалуются. Платят моргиджи, то есть еще остаются... То есть вот одна из женщин, которая говорила, не знаю, мне сказали, что дадут видео. Была, значит, снимала телефонная камера о том, как эта женщина рассказывала. Я, в принципе, все понял. Но единственное, что есть трудности с тем, что разные законные акты, там она какие-то называла, еще что-то. То есть не совсем я все понял из этого. Я, возможно, сделаю какую-то нарезку, каких-то основных вещей, мне показалось. Если это я видео получу, то есть я переведу это видео о том, чтобы было какое-то понятие немножко по поводу R&B и законов конкретно в нашей эре. Самое лучшее, вот сделал для себя вывод, что самая лучшая недвижимость или минимальная, которая необходима, это все-таки таунхаус. Кондо и апартментсы, ну, скорее всего, не подходят под эту идею, потому что соседи, которые живут рядом с вами, даже когда вот люди рассказывают, что у них есть дома отдельные, да, частные, и таунхаузы. Это, ну, по сути, то же самое, просто у вас есть как бы соседи слева и справа, но непосредственно дом ваш, который, ну, просто конкретно прилегающий, да, то есть слева и справа. Как квартира, только дом. Вот. И вот в апартаментах, говорят, очень сложно, ну, то есть кондо и апартаменты, сложно это регулировать, при том, что сам, сами комплексы, кондо это, по сути, такой комплекс, в котором ваша квартира, да, то есть он может там, ну, поменять какие-то правила, и вы уже будете вне закона, вне правил этого комьюнити. Поэтому основная фишка, что сейчас, чем надо попробовать заняться, это поиском долгосрочной аренды такого таунхауза или дома недорого, в каком-то подходящем месте, и это при том, что желательно, чтобы хозяева знали, что ты будешь, что я буду заниматься краткосрочной арендой. Скорее всего, что дом такой надо арендовать на год. Говорят, что самый плохой месяц, самый плохой месяц, это февраль, конкретно у нас здесь. Как-то вот так вот.